привет друзья сегодня у нас с вами очередная мега распаковка покупок с алиэкспресс и первое с чего я хочу начать это вот с этой коробки я ее очень ждала нам не очень нужна я знаю что там и поделюсь этот товар я заказываю уже не первый раз и вот пришлось заказать себе еще раз как вы могли догадаться мне пришла очередная швабра с ведерком раньше я заказывала просто швабру которая сама отжимает а в этот раз я заказала с ведерком и тут продавец положил подарок и давайте начнем наверное с подарка интересно что там возможно это тряпочка запасная так есть продавец подарок положил тряпку посмотрите как доехала ко мне коробка буду надеяться что там все целое посмотрите какая компактная швабра все уместилось в ведерко почему я заказала эту швабру повторно у меня у старый сломался вот здесь вот механизм отвалилась вот эта штука и послужила она мне достаточно долго но и в этот раз я решила взять уже с ведерком непосредственно тут кстати есть такие вот штучки заглушки на ведре которые вытаскиваешь отсюда сливаешь воду я посмотрела у китайцев все такое и ванны и бассейны вот с такими штучками и стиральные машины есть такие они любят не напрягаться собирается просто все вошла и теперь накручиваем ручку кстати длину ручки вы можете регулировать сами просто не накручивая какое-то отделение если вы ниже ростом чем я допустим мой рост 175 сантиметров например можно сделать такую швабру с короткой ручкой для детей чтобы их приучать к чистоте я хотела померить еще размер вот этой вот тряпочки потому что у меня остались еще запасные тряпки от прошлой моей швабры 32 с половиной на 12 сантиметров вот я нашла свою старую тряпочку запасную мерим 32 отлично на 12 отлично подойдут эти тряпки я очень люблю еще раз повторюсь эти швабры смело могу вам рекомендовать этот товар нашла я куда крепится эта штука вот сюда да ваш драй тут написано для особо одаренных хорошая ведерко много места не займет в любой ванной или туалете где можно спрятать швабру следующая коробка мне пришла вот в таком виде я подозреваю что здесь я заказывала на алиэкспресс средства для чистки труб и похоже что это вот оно и есть протекла одна бутылочка здесь ровно по нижнее плечо жидкости вот это похоже тоже потекла короче говоря найти какая из них вытекла скорее всего вытекла вот это или даже это короче говоря непонятно что-то плохо закрыто было результат за 7 минут слез средства для устранения засоров безопасен для труб беру такое средство в первый раз вот здесь у меня немножко потрескана кожа на руках и вот эта пыль мне уже доставляет дискомфорт пойду выму скорее руки решила надеть перчатки чтобы эта пыль не попадала на кожу рук что делает это средство эффективно устраняет засоры удаляет пищевые остатки жир волосы бумагу и органические вещества устраняет неприятные запахи подходит для всех видов металлических и пластиковых труб состав 30 процентов и более вода 5 процентов и более но менее 15 процента натрия гидроксид способ применения залить половину или целый флакон в сливное отверстие оставить на 5-10 минут при сильном засорении на 3-4 часа смыть большим количеством воды я обычно трубы заливаю на ночь на следующий день они уже прочищены но это тират что это средство из себя представляет я к сожалению вам сказать не могу у меня получилось полтора литра была акция 3 по цене двух и я взяла периодически на алиэкспресс такие акции проходят три средства три продукта по цене двух давайте продолжим дальше это специфический товар я его заказывала совсем недавно и очень быстрая доставка было даже удивительно не всем может быть пригодится но мне так понравилось и выбирали мы все вместе с девчонками нашему малышу небольшой конвертик вот такой серенький конвертик есть капюшончик на нем ушки естественно я сначала его постираем буду в него укладывать ребятенка вот такие вот ручки здесь липучка которая клеится на противоположную сторону противоположную ручку далее спускаясь вниз есть вот такой кармашек с ножками очень классненько одеяльца что здесь пишет стопроцентный хлопок с этой стороны и стопроцентный полиэстер с этой стороны но мне важно чтобы вот эта часть была абсолютно натуральная так как она будет сопротив касаться с малышом с кожей малыша вот такие лапки и тут даже хвостик есть можно наверное брать такой конвертик с собой и укладывать в него малыша это небольшая сборная этот товар тоже специфический такой достаточно это вот такая силиконовая форма которую ждала очень моя средняя дочка форма единорога специально для тортика как ей пользоваться я вам покажу чуть позже еще одна силиконовая форма вот такой олененок такие формы у нас к сожалению стоят намного дороже я сначала зашла в кондитерский магазин посмотрела поняла что мне нужно нужны такие формы но покупать их было очень накладно именно в магазинах нашего города поэтому я пошла на алиэкспресс и нашла точно такие же формочки честно говоря когда я покупала этот товар я думала что придет набор но продавец представил каждую ложечку в отдельности это очень маленькие симпатичные деревянные ложечки разных форм взяла я их конечно для того чтобы делать красивые фотографии ну а также их можно использовать в кулинарии еще один силиконовый медведь такой вот с гранями геометрически получается но мне кажется он будет немножко кривенький в кулинарии Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот эти штуки очень ждали наши школьницы. У меня их теперь две. Вот такие два крепления для карточек. Кто какую выберет, я не знаю. Тут шнурок, который сматывается. И здесь такой же. На кнопочке. У меня примерно на такой же штуке электронный ключ от работы висит. Эта штука понадобится для творческих людей. Ну а мне нужна для нарезания бумаги. Сейчас покажу для чего. Все свои рецепты я храню вот в таком виде. Если я прохожу какие-то курсы, а я их прохожу, я распечатываю техкарты или рецепты, как кто-то их называет, вот на формате А5. И храню их вот в таких вот тетрадках, обложках. Ну и для того, чтобы не резать криво ножницами бумагу, я взяла вот такую вот штучку. И хочу потестировать, как она порежет бумажку. Вроде как говорили, что присылает запасной нож продавец в отзывах, но я что-то не вижу запасного ножа. Нож очень острый, ровно все разрезал. Ну я, конечно, как обычно, все это сделала криво, хотя нет, мне нравится. Однозначно рекомендую вам эту штуку, а я буду собирать дальше свои рецепты. Эту посылку у меня распотрошили дети, но и видите, в каком виде она пришла. Поэтому неудивительно, что они залезли. Заказала я вот такие провода, точнее набор проводов. Здесь и лайтнинг, и тайп-си, и микро-юсби. Универсальный провод, везде есть колпачки. Также на рулетке. Красивого, симпатичного цвета. Так, а что-то обратно он не уходит. Разматывается он только, если одновременно со всех сторон тянуть. Длина его максимум метр. Осматывается он, если потянуть один из концов. Вот такая штука, я думаю, пригодится всем. У меня будет лежать в сумке. Следующий товар. Таких должно быть два. Давайте посмотрим. Вторую, может быть, будет в этой же распаковке. Продавец молодец, положил сразу. Это два кронштейна в машину. Я взяла себе и маме. Какой он тут тугой. Рекомендую. Телефон не будет болтаться. Держатель для телефонов. Свой я завтра прикреплю. А маме отдам послезавтра. Почему-то криво закручивается эта штука. Но ничего, я разберусь. И второй тоже целый. Но будьте аккуратны. Иногда отваливаются вот эти вот штучки. Да, почему-то не хочет ровно накручиваться. Ни один, ни второй. Вот таким вот образом он накручивается. Не понимаю, почему так не ровно. Ну ладно, может не попало в резьбу. Следующая посылочка. А их тут две. Я заказывала насадку. Ну, хочет вылезать. Вот. Закрытая звезда. Дочка у меня средняя увлеклась зефиром. И вот для нее я заказала одну насадку. И вот тут вроде как... А это вырубка для печенья. Я хочу сделать... Лет сто назад я покупала на Алиэкспресс форму лимончики. И вот такую вот вырубку я взяла, чтобы сделать пирожные лимончики при помощи той силиконовой формы и вот этой вырубки. Тоже кондитерский товар. Есть у меня одна мысль для украшения торта. Пришли вот такие вот птички, которые можно вырезать и из мастики. А я попробую вырезать их из шоколада. Есть у меня идея оформления торта. Не знаю, получится или нет. Но мы обязательно с вами попробуем. Не знаю, в этой распаковке или я, может быть, сниму отдельное видео со всеми вот этими приблудами. Посмотрим. Еще пока не решила. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пришли часики. Молды для часиков. Это тоже кулинарный товар. Точнее, я заказывала для реализации кулинарной тоже идеи своей. Силикон хороший, но вот здесь не очень такая гравировка глубокая. Боюсь, что шоколад не возьмет. Здесь уже получше. Тут заяц с часами. Буду надеяться, что у меня что-то получится. Хотя шоколад, он такой материал, достаточно специфичный. Может быть, только придется мастикой декорировать. Вот эту штуку я очень ждала. Очередной термометр. Но игольчатый. Тут нужны батарейки. Одна батарейка нужна. Тут есть магнитик. Есть подставочка. Такие раньше продавали в Икеа, но Икеа у нас ушла. Поэтому я опять же пошла на наш любимый Алиэкспресс. Так же есть заглушка. И сейчас я вставлю батарейки, и мы с вами посмотрим. Попробую сейчас температуру померить. Температура. Все работает. Этот щуп длинный. На таком шнуре. Его можно запихать в духовку. И отслеживать температуру в духовке. Я взяла для того, чтобы варить конфитюры. Нужен мне еще так же будет рефрактометр. Но эта штука немного дороже стоит, чем такой термометр. Но его я тоже нашла на Алиэкспресс. И возможно тоже закажу. Посмотрим. Вот эта штука мне нравится. Ей я довольна. Тут можно устанавливать температуру, которую нужно достичь. Можно снижать температуру. Таким вот образом он пищит. Я пока не буду пищать, потому что тут недалеко спит малыш. Маленький мужчина. Тут возможно должна была быть батарейка какая-то. Но ее не оказалось. А можно выбрать продукт, который вы готовите. Курица, мясо, рыба. Тут попа говядины. Медиум, вел, рейр. Это степень прожарки мяса. То есть выбирайте сами. Ну и также идет мануал. Тут все по-английски, французски. Ну, по-русски здесь ничего не написано. Вот такая не совсем чистенькая посылочка. Эту маску для сна я покупала за какие-то смешные деньги. Что ли, один цент или что-то вот около того. Но она и пошита именно так, сколько она стоит. Тут приклеена на клей. То есть отвалится, если стирать будете. Здесь торчит нитка. Здесь тоже фетр приклеен. Нет, прошит фетр. Ну и вот, собственно, еще где-то такая же должна быть. Вот такую сумочку у меня заказала старшая дочка. Хотела поясную, но потом увидела. Говорит, я хочу такую. Здесь на молнии два кармашка. Основное отделение и вот такой вот кармашек. Постараюсь показать вам. Вот основное отделение и вот кармашек. Больше никаких кармашков нет. Они периодически ездят на различные экскурсии. И вот дочка попросила такую сумочку. Ремень. Лента такая вот. Очень низкого качества, но надеюсь, что на какое-то время ей хватит этой сумочки. Цвет более светлый, чем у вас. Должна быть еще одна фиолетовая для средней дочки. Взяла вот такие вот. О, господи, какие они малюсенькие. Это салфетки на стол. Все с буквами А. Должны быть еще где-то такие салфеточки. Размер у них, конечно, очень смешной. Тридцать один с половиной сантиметр на двадцать один сантиметр. Ну, прям действительно очень маленькие. Я думала, что они будут побольше. Они формата А4. На всех салфетках у меня буква А. Их четыре штуки будет. Но, наверное, вы догадались, почему. Потому что все дети у меня на букву А. Это маникюрный товар. Я куда-то задевала свою металлическую основу для пилочки. И решила заказать себе на смену вот такую вот вещь. Сменные файлы. Абразив я вроде брала двести сорок, но что-то как-то... Мне кажется, он более... Хотя нет, вроде как нормальный. Абсолютно подходит. У меня также еще остались сменные вот эти вот файлы от Stalix. Буду пользоваться. Очень люблю. Очень удобно. Это вот такая вот сумочка небольшого размера. К сожалению, тут везде торчат нитки. Но это не страшно. Тут всего один кармашек. Отсек. Два кармашка. Один на молнии внутренний. Один большой. И вот такой вот кармашек снаружи. Как раз сюда, наверное, что-то мелкое положить. Взяла для того, чтобы... Когда вожу девчонок в школу, а с маленьким мужчиной мы дальше идем в поликлинику на процедуры, чтобы не переть с собой сумку, взяла вот такой вот рюкзачок, можно так сказать. И в машине мешать не будет. Мало места занимает. Я полностью уверена, что отлично покажет себя в носке. По джинсу сделано. Где-то, по-моему, еще одна такая сумочка идет. Потому что, по-моему, я запамятовала и заказала еще одну. Потом посмотрела в заказах и увидела, что у меня уже их две. Но две не одна. Она будет на смену. Ее размеры, кстати, кому интересны. 30 на 18. Самое большое основание. Нет, 16. 18 это вот ее передняя часть. И глубина ее будет 5 сантиметров. Вот такая вот сумочка. Конечно же, я не заказывала наклейки. Это подарок от продавца. Отдам девчонкам. А заказала я вот такие вот маркеры. С тонкой... С тонким-тонким кончиком. Всех цветов. Красный, зеленый, черный и синий. Для чего я их заказала? Ну, вообще, для рукоделия и для... И в хозяйстве каждый найдет им применение. А мне подарили в женской консультации, когда я наблюдалась, вот такую вот штуку. Здесь я писала перьевой ручкой, и она смазалась. Я надеюсь, что эти пермаментные маркеры не смоются. И вот черным. Заодно и протестируем, как он себя поведет. А пишет синий. Синие чернила. Так. Темно-синие, синие, зеленые должны быть. Очень бледный зеленый цвет. Но я же не дальтоник. Вы же, наверное, тоже видите, что это темно-синий. И этот должен быть красный. Ну что ж, ладно, буду писать темно-синим. Родились мы 50 сантиметров. Три 150 граммов. И каждый месяц будем заполнять массу и рост. Тут даже линеечка есть. Надо же. Ну вот, присылают два синих. Ни одного черного. Номера у всех одинаковые. 317-й. Пермаментный маркер. Тоже за какую-то смешную стоимость я купила вот такую вот губку. У меня был опыт заказа примерно таких губок с Алиэкспресс. Негативный. Но эта губка, мне кажется, намного лучше, чем была та. Тут два слоя и третий. Вторая сторона вот такая вот шершавая. Заказала букет с пионами, но какой-то он весь такой не очень. Вот эта штука вообще обваливается, обсыпается. Вот она насыпалась тут. Может быть, имеет смысл вообще их отрезать, вот эту ветку. Здесь бутоны. Бутоны отрезать, естественно, я не буду. Ну, а это придется держать над паром, чтобы они расправились. Взяла для красивой фотографии, но что-то как-то мне кажется, что вот эта вот штука как раз-таки все и портит. Ну, посмотрю, что с ней можно сделать. И, возможно, приведу ее в порядок. Пакет в пакете. Заказала носочки. Тоже цена была смешная. Тут, по-моему, всего одна пара. Такие носочки никогда не будут лишними. Никакой маркировки у них на них нету. Но, конечно, тут синтетика. Не стопроцентный хлопок. А вот тут, похоже, еще одна сумочка для меня. Уже серенькая. Какую я заказала раньше, я не помню. То ли синюю, то ли серую. Абсолютно такая же. Варианты. А нет, нет, не абсолютно такая же. Здесь только один кармашек. Здесь их было два, а здесь карман один. Сумочки отличаются. И здесь карман. Да, их всего два. Если здесь было три кармашка, то здесь два. Выбирайте, какая вам нравится больше. И берите ту, которая вам понравилась. И остается совсем немного посылок. О, пришла красота. У меня появился новый телефончик. И для него я заказала вот такой чехол. У продавца на фотографии он был немного нежнее цвета. Но тоже неплохой. Симпатичный цвет. Это чехол на телефон Poco X4 5G. Единственное, что здесь нет заглушки. На оригинальном чехле, в котором сейчас находится мой телефончик, на который я как раз снимаю для вас видео, здесь есть заглушка, чтобы закрывать дырочку для заряда. Очень мне понравились перышки. И продавец, посмотрите, как упаковал. Положил палочку, чтобы перышки не поломались. Посмотрите, какая красота. Белая, черная. Тут каждая перышко как будто обработана. Вот такое оранжевое. Рукодельницы меня поймут. Ну, здесь немножко некрасивый кончик. Ну, посмотрите, прям. Фуксия. Кремовое такое. Если сравнивать с белым, то разница видна. Смотрите, какая красота. Вот такое зеленое. Можно было выбрать просто, какой цвет вам больше нравится. У продавца можно было выбрать. Они все примерно одного размера. Голубенькое. И вот такое вот фиолетовое. Ну, прям красота. Обязательно придумаю что-нибудь с ними. А может быть, буду использовать для фотографий. И осталось всего каких-то две посылки. Одна очень грязная, другая не очень. Пришел вот такой провод. У меня они уже были. Это магнитные провода. И вот такая вот насадка. Вход. Этот провод с передачей данных. И зарядка у него будет быстрая. Длина, по-моему, полтора или два метра взяла. Взяла для дочки. Она просила очень. Я ей отдам. И вторая посылочка. Последняя. Не очень грязная. Еще один чехольчик на мой же телефончик. Вот такая красотень. Глянцевый. Тут изображен такой космонавт. Он служит как подставкой. Но я, честно говоря, думала, что он будет более такой плотный. Ну, отвалится, я думаю, что в ближайшее время. Но сам чехол тоже очень красивый. Такой нежный цвет у него. Можно поставить так. Можно поставить так. Вот этот космонавт устанавливается в любое положение. Почти в любое. Я, конечно, очень боюсь, что он отвалится. Потому что он такой вот хлипенький. Плохо его кормила мама. Но вот чехол мне понравился. Особенно у продавца на видео. Он был вообще классный. Тут защитная пленочка. Будет, конечно, царапаться. Он и так уже поцарапанный какой-то. Не очень свежего вида. Ну, вот. Какой есть. Вот такие два чехла. Ну, что ж. На этом мое видео подходит к концу. Если оно было для вас полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик. Чтобы не пропускать новые видео. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых видео. Пока-пока.